Что же это? Что же это такое? Ладно, в общем-то... Я, в общем-то, посмотрел то самое видео, где... Сочнее, нет, а вы могли бы видеть именно видео, где я играл в Apostling Force? Вы же помните это видео, да? Ну, тогда вы падали, что-то, как я продолжаю играть в эти игры. Но... Это не та игра, о чём. Как вы подумали, это не Half-Life. Это игра, в которую не попала в обложку этого ролика. Это Team Fortress Classics. У меня... Если хотите, я могу даже сделать видео по настоящей Team Fortress 2. В общем-то, мы посмотрим и немного поиграем с ботами. В общем-то, вот мы на легендарной карте. Это карта Туф. И да, кстати, я сейчас играю за... За разведчика, то есть за скаута. Но вы этого не видите, потому что... Сейчас выйдите. Готово. Вот он. Я, кстати, не знаю почему, но... Я покажем... Я показан сбоку. Раздемёт. Ну и... Ну и вот как вы выглядите. Чем-то этот скаут мне напоминает это... Эээ... Солдат из... Это... Из... Из... ПОСНИК ФОРС. Ладно. Следующий... Следующий, кого мы посмотрим, это снайпер. Вот он весь такой, но сейчас её напоминаете. А теперь он должен как-то умереть. Так, вот, прям надо давать, потрунуть на меня. Ладно, тогда придётся... Так, вот, команда красная. В смысле? Погодите. Чё-то... А чё-то не то... Чё-то не то. А, точно. Да-да-да, мы тут все. В общем-то, вот тут оно. Тут у нас гвоздемёт, кстати. Хочу сказать про то, что гвоздемёт есть у всех оперативников. Тут у нас ломика кугл у нас, именно так, что мы можем кому-то хоть побалдеть дать. Вот так. И у нас почему-то две снайперки. И одна... Одна у нас такая же, как и в Team Fortress 2. А вторая, это не та снайперка, которую мы все привезли. Это в Фортрес 2. Да, не спрашивайте, почему он стреляет. В общем-то, я не знаю, как эта снайперка целится, но... Но, в общем-то, вот так вот. Какая главная... Кто следующий? Следующий у нас идёт солдат. Это, вроде как, самый популярный персонаж в РКД, потому что у него есть... Ну да, у всех есть вот такие вот... Ко, у него есть два ДПК, первый это Халфлайф, а второй это Личник, и у него есть Ракедис. Рокеджамп он может делать... Причём, он может стрелять по нескольку раз за раунд. Ну, против каких-то, можно назвать. Он даже может стрелять под водой. Такую же фишку добавьте, пожалуйста, в Гаррисмо, то есть Халфлайф. Ой-яй-яй. Ну и вот мы задыхаемся. Кстати, на Халфлайф они кидают гранаты, и тут, кстати, уже нету этого... Этих... Эм... Фонарика, хотя в Кимфорте разваливается на него. И да, эти гранаты, они не самонаводящиеся, как было в Опасным Форс. Следующий, кто у нас, это, вроде как, Демо Мэн, то есть Петровник. Если хотите, я потом отдельно запишу, как они выглядят, когда... Когда Демо Мэн. Из оружия имеют лидеров, кудр, бобик и два этих вот... Крантомёта. Один стреляет вот... Они стреляют... Они стреляют... Они стреляют и на привычные мина, не крантомётами, и какие-то. Демо Мэн 2, а другой, он... 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 Так, щеперзаряжут. Другой, кидает гранатами, но они не взрываются. Однако, если нажать на левую кнопку мыши, то... Вот, что с вами будет. Впрочем, да, тут почти все оружие в Team Fortress 2. Медик. Он... Он имеет с собой аптечку, дробовик и... Дробовик из... Из, естественно, из Half-Life и гвоздиник. Супер-гвоздиник. Да, так как это Team Fortress Classic, то... Тут нету понятия такого, то что это... Тут можно учить кого угодно только с помощью аптечки, в общем-то. Супер-гвозди-мёт. Я не знаю, чем он отличается от настоящего гвозди-мёта, но... Оно... Оно... Оно думал, у него урон бы... Оно побольше. Так, ладно, пропи... Прописываем опять килл, чтобы возродиться опять-таки за красных. Я, кстати, люблю в том, то, что в Team Fortress 2 и в Team Fortress Classic я использую как... Я люблю больше за красных и так далее. У нас have... 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 Вità. То есть, это у нас... Пулемётчик. Имеет два движения. Один вот, этот вот и— From space. Half-Life. Манутировочка. Ну и... Пулемён. Вот. У нас очень любят звуки. Он ещё реально не на эти… Руки. От кlia-тура. Оно с этим путём. стреляют и он кстати намного прочнее чем все остальные но даже пульмячик скидали у нас идет вроде как вроде бы как у нас идет это да следующий кто у нас идет это поджигатель у него есть монтировка троповик ну естественно огнемет и внезапно ракетники и вот ей уже кажется можно управлять нет ей нельзя управлять а руки джампы можно? нет руки джампы нельзя можем? я так сказать единственный класс в игре вроде бы у которого нет гвоздемета а нет у хэвика же нехуй следующий да извините за то что я буду умирать но так уж будет следующий у нас это шпион шпион имеет гвоздь дробовик что странно для шпиона пистолетов глушителем кстати вот этого пистолетов глушителем он редкий для для тэф классикс и имеет естественный нож он вроде как даже кстати вот эти вот это весь этот вот тут можно тут можно позвать медика и еще такое так и далее можем стать любым эм врагом далее можем жим командовать командой а а можем поменять класс во время игры я не знал кто знал а нет ну в общем то следующий у нас последний это инженер он имеет какую-то лазовую кушку дробовик и гаечный ключ так так назовем он зовут медика кстати как и все далее у нас можно построить центр да то есть трейл так давайте построим трейл трейл устроиться вот даже ну и вот трейл готово оно улучшается или нет ну ладно так какой медик инженер инженер такой же как и в Тихо 32 в отличие от того что у него нету ладно так в общем то я обещал а теперь давайте мы повеселимся с ботами на этой карте так ладно ага отлично она идет в общем то нам мы этих вот или кто я что то не понял что то я не понял можно найти серый это очевидно но мы должны кажется свой серый порой серый ограничен по фрагам по времени а ну ладно без ботов по играм хотя мы можем вот это поиграть ну давайте подождем так фактически любой сервер закрутится что в Half-Life то есть в Опасник Флорс да кстати в Опасник Флорс есть мультиплеер и он до сих пор играется что в КСС и в и в ТФ классикс ну вот уже почти уже загрузилось и мы с вами сейчас повеселимся повеселимся да и да ладно вот мы уже вступили и мы вступаем в смысле заказывать ладно давайте поиграем скаута и да вот за что и ладно пойдемте в бой с дробовиком с дробовиком и гвоздеметом а медик 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 ладно а и не убей ну бывает там хоть эти вроде наши там уже тут две базы синие кто тут у меня тут инженер вот а пиром поджигай так не помните я еще здесь вышел а а полбану вот все так снайпер давай что ты можешь так вижу что ты можешь так вижу а и полноты так 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 аааааа умрите 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 ай ай ладно снайперы не получили давайте теперь будем хэвить лу пааааа ну давайте попробуем откройся а где умрииииииииииииииииииииииии а вот your team lost in the flag а это граната и вот мы уже кота убили сюда это мне кажется или а вон банка красная а то я думаю что это разведчик а не это демо мэн а а вот наш флаг и 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 потому что Талон подорвался на земле. Так, ладно, давайте теперь проиграем за... Ну, давайте проиграем шпион, наверное, раз уж смотрите какой-то. Привет. Ну, тут уже, давайте прокинемся шпионом. Хм. Могично же, шпион... Шпион превратился шпионом. Что-то это я зря сделаю, теперь как мне встать? А, во все. Ну, все, теперь я больше не шпион. Ладно, пойдем с мучитель. О, бассейнка. Ну, давайте именно когда я его не рулю, мы закачиваем рулю. Кстати, вот этого пистолета он капец какой, длительный. Красные, красные, день живых, красные. Снайп, снайпер. Опа, вот улыбца. Я теперь красный снайпер. В смысле? Кто вы? Даааа! Даааа!